Пример выполнения лабораторной работы номер 2. Так, что на себе представляет цель, показанную в методических показаниях. Так, ну и в качестве примера выберем следующую задачу. То есть необходимо вычислить следующее выражение, исходя из того, какое значение x вы зададите изначально. Так, ну и начинаем выполнять программу. Итак, вспоминаем раздел программы, то есть структура программы. Так, ну и пишем с самого начала, а именно с имени программы. Так, дальше нам понадобится раздел переменных, а именно понадобится вам x и y. Ну и тоже сделаем их вещественного типа. Так, все переменные объявили, которые вам понадобятся в программе, начинаем писать тело программы. Которая начинает всегда включенным словом begin и заканчивает с endом с точкой. Так, сначала вводим себе комментарий при помощи стандартного оператора вывода. Так, ну и при помощи стандартного оператора вывода мы осуществляем ввод с клавиатуры значение x. Так, дальше нам необходимо условный оператор. То есть открываем соответствующие лекции в условный оператор if. И записываем. Так, если x у нас больше. Давайте лучше меньше напишем. Меньше нуля. Тогда y у нас вычисляется как 2 умноженное. Применяем стандартную функцию возведения в квадрат. Так, а если иначе? То есть уже условия нет необходимости писать. Опять, например, if x больше равно 0. Потому что и при невыполнении данного условия то есть это условие по-любому выполняется. Поэтому сразу же пишем то выражение, которое нам необходимо будет вычислить. А именно 4 корень квадратный используем стандартную функцию соответственно x. Так, ну и полученный результат мы выводим на экран. так, опять отформатируем то есть 4 цифры и 2 после запятой. Так, ну и вот вся весь листин программы на данную задачу. Так, точку запятой можно не ставить если у вас дальше идет end. То есть начинаем выполнять программу. Программа проверила на ошибки сначала. То есть ошибок нет. Соответственно вывела значение. А именно вот данных. То есть в окне вывода. Так, ну и ставим минус единицы. и соответственно получаем результат. Так, можно проверить второй вариант. Опять запускаем программу. Ставим, например, 2. И получаем другой результат. Так. Первый этап основной закончен. Дальше по желанию выбираете либо электронную таблицу, либо текстовый редактор, либо защищаетесь. Так, скопируем. Ну, я начну с электронной таблицы. Так, вставляю соответственно столбец А листин программы на вторую ячейку. они неравномерно распределяются по строкам. Так, здесь пишу параметр. Так, здесь пишу значение. Так, уменьшу ширину столбца А. Так, дальше здесь пишу такую я использую параметр. Я использую параметр Х. Так, ну и последний раз мы ввели соответственно значение 2. Поставим 2. Так, ну и здесь мы вычисляем У. так, здесь у нас идет условие. То есть ищем функцию логическое выражение. Нам нужно найти функцию если находится у логических. Вот она. Если. Нажимаем ОК. То есть вот у нас появляется окошко функции если. Итак, логическое выражение. Мы пишем то, что находится между ИФом и Зеном. Соответственно мы вместо Х нажимаем на ячейку где находится это значение. Дальше ставим знак меньше нуля. Ну и справа появляется если мы все правильно делаем то есть верно условие или неверно условие. Ну, судя по всему условие неверно значит ложь. Так, при значении истины мы начинаем записывать то, что идет после З переделса. Так, и здесь пишется без знака равного сразу же начинается сдох умножить на соответственно Х и этот Х должен быть в квадрате. Так, значение если ложь соответственно пишем все то что находится после ЛС опять без у равно 4 умножить так корень квадратный пишется по-русски корень в данном обозначении цели нету так опять нажимаем на Х на ячейку где находится значение так ну и у нас если мы все правильно делали написали правильную функцию отображается справа соответствующий результат окей нажимаем окей и у нас результат совпал то есть вот в чем заключается выполнение очередного этапа в данном случае я выполнил этап номер 2 заполнил электронную таблицу ну и поменяв значение мы соответственно меняем результат то же самое происходит здесь мы ставим минус 1 нажимаем Enter и получили то же самое значение так следующий этап в данном случае мы у меня третий я оформляю задачу так первым делом я копирую условия задачи так тот же самый принцип подформатирую чтобы было поменьше кингель шрифта так ну а следующее действие то есть мне необходимо написать в редакторе формул следующую систему так я воспользуюсь предыдущим редактором формул так так равно так дальше я ищу систему вот она так и у меня здесь получается 2x квадрат соответственно ставлю степень квадрат так дальше ставлю расстояние х напишу напишу опять ставлю расстояние х меньше 0 так ну и следующее 4x квадрат 4x квадрат соответственно x ставлю расстояние опять ставлю расстояние 3x квадрат 3x квадрат 3x квадрат 4x квадрат 4x квадрат квадрат больше квадрат 0 так вот я писал соответственно условия задачи так следующее действие копирую вистину программы и вставляю ее в отчет так ну и опять нам нужно нарисовать блок схему для этой фигуры оставляю сначала полотно так дальше мне понадобится блок начало блок ввода блок ввода условия и и блоки вычисления и блок вывода и блок конца так ну и начинаем с самого начала вставляю блок начало дальше вставляю блок вычисления и еще один тонн англ а плюсом дальше вставляю блок выводы так и вставляю блок конца так Ну и при помощи соединительных линий со стрелками я показываю направление выполнения этих блоков. Продолжение следует... Так, ну и осталось написать то, что должно быть в этих графических блоках. Так, первое у нас начало. Дальше вводим мы X. Так, здесь мы проверяем условия. Так, если условия верны... Нанесляем данное выражение. Если условия неверны... Нанесляем данное выражение. Так, дальше мы вводим значение Y. Закончим выполнение программы. Так, ну и... Закончим выполнение программы. Так, ну и форматируем все наши блоки. Так, ну и осталось последнее действие. А именно указать на той линии правильный путь. Путь можно указывать словами да нет, либо поставить на плюс. Соответственно, той линии, где идет... В дальнейшем при выполнении этого условия, то есть идет выполнение... Вычисления. Так, ну и... Вот что у нас... Представляет собой... Соответственно, этап выполнения в текстовом редакторе. Ну, в данном случае этап номер три. Так, ну и... Этап четвертый. Тоже нужно ответить на вопросы по данной лабораторной работе. Примерный перечень приводится в методическом указании.